Лавдейн студенты! Добрый день ученики! Спасибо вам большое за комментарии, которые вы либо присылаете мне лично, либо пишите под уроками. Вот, можно сказать, благодаря комментариям и пришла такая идея, что разделить урок на две части. 20 минут я вам буду объяснять тот материал, который нужно на этом уроке понять, а потом сделаю урок 24.2, получается, это будет 24.1, будет 24.2, в котором я вот просто буду начитывать предложения, оставлять место для повторения, потом еще раз, еще раз, чтобы вы смогли эти предложения выучить. Это будут предложения, выражения для того, чтобы вы могли их запоминать. Такая запоминашка, мы так ее будем называть. То есть, сначала 20 минут, я надеюсь, что я уложусь 20 минут объяснения, а потом запоминаем. Для чего? Чтобы вы могли ту часть, которая с объяснениями, смотреть, возможно, даже один раз, чисто теоретически, этого должно полностью хватить. Или два, правильно? Если в какой-то момент отвлеклись, что-то пропустили. А вот ту часть, которая запоминашка, можно смотреть хоть 10. Да, можно на фоне ее включить, мыть посуду и повторять, правда? Так что давайте, начинаем. Это третье задание из нашего экзамена. Помните, тот, который мы с вами рассматриваем. Экзамен на категорию А, причем это И1 и А2. И вот третье задание на понимание текста. То есть, помним, что нам не надо сейчас каждое слово знать, нужно будет просто суметь ответить на поставленные задачи, на вопросы. Вот видите, это вопросы по концепции, как говорится, multiple choice. То есть, есть варианты ответа, и вам нужно будет просто правильные ответы ввести вот кружочком. Но, так как мы с вами учимся, мы их задания, которые вот дает Центр государственного языка, мы их проходим очень серьезно. Поэтому вперед! Что же у нас в этот раз? У нас объявление, такая небольшая реклама про частный зоосад или зоопарк. Ну вот почему я говорю зоосад, давайте сразу узнаем. Смотрите, читаем здесь. Вот он, зоо, дарс. Дарс, мы помним с предыдущего урока, это сад. По-русски тоже так часто говорят зоосад. Хотя, конечно, более такое стандартное название будет зоопарк по-латышски. Именно так. Зо, дарс. Зо, дарс. Есть еще один сад, в котором тоже не растут деревья какое-то. Это детский сад. Это будет Барнол, дарс. Это слово я уже здесь для вас выписала. Просто потому, что, например, такое выражение, как частный детский сад. Правильно? Мы, наверное, его уже где-то даже видели. Тем более, если вы, например, ищете садик для своего ребенка, то как раз один из вариантов. Привац, Барнол, дарс. Ну так вот. Вот выражение, которое нам надо запомнить. Айцинам, апмеклет. Если мы видим, что слово Айцинам желтого цвета. Во-первых, мы сразу знаем, что это глагол. Более того, этот глагол, который спрягается относительно легко. Помним, какие-то окончания, какие у нас были. Говоря обо мне, это будет окончание У. А потом, если ты, то тогда у нас уже появляется окончание И. А если он, это будет окончание А. Помните? Мы прямо такую делали, считалочку. У, И, ЗИ, НУ, ЗИ, НЫ. Ну так вот. Айцинат. Это очередной глагол, который спрягается по такой же самой схеме. Значит, я приглашаю, ты приглашаешь. Как будет? Айцину. Айцинны. Он приглашает. Айцинат. Ну так вот. Следующая форма, которую мы с вами учим, это мы приглашаем. И вот как она выглядит. Айцинам. Айцинам. Немножко, я думаю, здесь возникнут, ну не то, что прям проблемы, но такие немножечко трудности. Потому что ударение-то идет на первый слог. Айцинам. Но все равно последнее АМ нужно выговорить долго. Айцинам. Обязательно. И это немножечко так меняет, правда, такую мелодию, к которой, может быть, мы как-то привыкли. Но вы заметите, что в латышских окончаниях длинные звуки есть часто. Поэтому просто делаем на них такой акцент, пока мы учимся. Потом, когда вы уже не будете учиться, будете говорить, это все будет элементарно. Значит, Айцинат. Это приглашает, соответственно. Айцину. Айцинны. Айцинна. Айцинам. Это слово у нас уже было. Помним, что вот в таком варианте. Меклет. Это искать. А вот так. Ап Меклет. Это посетить. Вот так, представляете? Ап Меклет. И если глагол у нас зелененький, соответственно, что? Как сказать? Я посещаю, ты посещаешь. Он посещает. Ап Меклею. Ту Ап Меклея. Винч Ап Меклея. Ну вот, значит. Айцинам Ап Меклет. Приглашаем посетить. И что же мы будем посещать? Привату. Привату. Зо Дарзу. Зо Дарз. Мы с вами уже рассмотрели. Это Зо Сад. Причем понятно, что в Зо не будет Уа. Будет О. Ну правильно, слово-то иностранное. А вот слово ПРИВАЦ. ПРИВАЦ. Помним, во-первых, что А у нас долгое. Кстати, ошибки делаются как раз в большинстве случаев тогда, когда по-русски есть такое же или похожее слово. Тогда сразу есть тенденция произносить это слово в русском таком варианте исполнения. Мы с вами этого делать не будем. Мы говорим ПРИВАЦ. ПРИВАЦ. Делаем А. Долгое. ПРИВАЦ. Что это такое? Частный. Да? Частный зоопарк. Значит, приглашаем посетить частный зоопарк. И теперь как называется этот зоопарк? Это слово я для вас не выписала, потому что оно на данном этапе не столь важное. ПАДА. И это слово ПАДА. Оно нам даже нарисовано. Вот смотрите. ПАДА. Зо. Сбоку, да? Вот здесь. Вот оно. Их логотип появляется. ПАДА. Что это такое? ПАДА – это либо ступня, либо след. Ну, логично. След оставляет как раз ступня, поэтому ПАДА – очень хорошее слово и для того, и для другого. Вот Стелла тут нам пришла. Ну, иди сюда, посмотрим, где у тебя ПАДА. Где у тебя ПАДА? Покажи. Вот. Сколько у тебя там? Раз, два, четыре подушечки. Ну, тут какое-то другое животное, у которого подушечек маленьких. Пять. ПАДА – значит, еще раз, это либо ступня, это слово мы используем реже, а вот ПАДА как след. Например, там Наполеон оставил свой след в истории. Правильно? По-латышски это будет Наполеон цирь от стаис, ПАДАС, ПАСТУРЕ. Причем интересно, в данном случае слово ПАДАС будет использовано во множественном числе. Но это так. Это такая маленькая экстра. Пытаемся хотя бы на фоне, в качестве такого полностью пассивного пока словарного запаса, ПАДА как след запомнить. Хорошо? Идем дальше, читаем. Вы, наверное, уже спросите, что за вилки такие? Нет, это не вилки. Те вилки, которые вилки будут ДАКШАС. Ну и тем более понятно, навряд ли в зоопарке будут вилки. Узнаем, кто же такие латышские вилки. Правда? Значит так, начинаем разбирать. ПЕМУМС. ПЕМУМС. Как вы видите, это то выражение, которое я здесь записала. Оно прозвучит в запоминашке, его надо запомнить. ПЕМУМС – это У НАС. ПЕМУМС. У НАС. У НАС. У меня ПЕМАНЫС. ПЕМАНЫС. Хотите запомнить это выражение? Давайте мы его здесь тоже выпишем. И тогда, соответственно, включим запоминашку. ПЕМАНЫС. ПЕМАНЫС. У меня. Например, в каком случае мы это можем использовать? Кто-то нам звонит по телефону, спрашивает, слушай, а где там моя дочь или моя собака? И мы отвечаем У меня. ПЕМАНЫС. Очень легко. Очень такое удобное для использования выражение. У меня. Или как здесь? ПЕМУМС. У НАС. ЮС. Это мы знаем. ВЫ. РЕДЗЕСЕТ. Глагол РЕДЗЕТ. Как вы видите, он у нас таким желтеньким. Он немножко, правда, такой хитрый желтенький, но мы уже частично умеем его хорошо спрягать. ЭС. РЕДЗУ. ТУ. РЕДЗЕ. РЕДЗУ. РЕДЗЕ. РЕДЗУ. РЕДЗЕ. Это видеть. РЕДЗЕТ. РЕДЗЕТ. Это видеть. РЕДЗЕТ. Кстати, чтобы сказать, что у меня, например, хорошее зрение, тогда это будет МАНЫР. ЛАБА. РЕДЗЕ. Видите, слово РЕДЗЕ, зрение происходит от глагола видеть. РЕДЗЕТ. Ну вот. ЮС РЕДЗЕСЕТ. И это РЕДЗЕСЕТ, это вы увидите, это будущее время. Сильно вникать мы в него не будем пока, но это выражение выучим. Почему? Ну, подумайте сами. Мы его можем очень часто использовать. Ну, например, кто-то у нас спрашивает, ну, вот я там приеду туда-то, туда-то, допустим. Я приеду в Ригу. И что же там интересного? А вы можете смело отвечать. ТАД ЮС РЕДЗЕСЕТ. Вот тогда и увидите. Правильно? ТАД ЮС РЕДЗЕСЕТ. Очень такое удобное выражение, которое как раз используемо. Поэтому ЮС РЕДЗЕСЕТ. Вы увидите. Дальше. ЮС РЕДЗЕСЕТ ЛАТВИЯС МЕЖА ДЗИВНЕКУС. Слово ДЗИВНЕКС. Какой-то корень очень такой знакомый. Правда? ДЗИВНЕКС. Какое мы слово знаем с таким корнем? Конечно, мы знаем слово ДЗИВОТ. Давайте быстренько его проспрягаем. С ДЗИВОЮ ТУ ДЗИВО ВЕНЧ ДЗИВО. Правильно? Живу, живёшь, живёт. ДЗИВОЮ ДЗИВО ДЗИВО. А теперь кто же такой же ДЗИВНЕКС? ДЗИВНЕКС – это животное. Смотрите, и по-русски тоже просматривается тот же самый корень. ЖИТЬ ЖИВОТНОЕ. ДЗИВОТ. ДЗИВОД. 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 Слышим, что слово КС заканчивается. Это мужской род. ДЗИВОД. Значит так. У нас вы увидите, увидите кого что. Это тот падеж, который АКУЗАТЕС. Запоминаем потихонечку. Потихонечку на фоне. Всё же-таки название падежа, они вам пригодятся, как только начнёсся листать учебник. Правильно? Поэтому, если бы мы сказали, ты увидишь животное одно, то это было бы, ну, вы увидите животное. ЮС РЭДЗЕСИТ ДЗИВНЕКУ. Помните, АКУЗАТЕС – это тот падеж, который очень часто любит У. Ну, тем более ДЗИВНЕКС – мужской род. Да, это такое довольно стандартное слово. А вот если мы говорим, что вы увидите животных, которых много, то, соответственно, это будет ДЗИВНЕКУС. Подобного рода формы у нас уже встречались. Вот ещё одна. Запоминаем. ЮС РЭДЗЕСИЯ ДЗИВНЕКУ – это вы увидите одно животное, и вы увидите животных. ЮС РЭДЗЕСИЯ ДЗИВНЕКУС. А теперь, какие животные? Как бы мы сказали по-русски? Животные, которые живут в лесу – это какие? Лесные животные. Правильно? Животные, которые живут в Латвии – это, ну, латвийские животные. А смотрите, что происходит по-латышски. И тут опять у нас суперклассная экономия. Это то, что мы из многих существительных мы не делаем прилагательные. Мы просто ставим существительную форму ДЕНЕТИВС. ДЕНЕТИВС – это такой второй падеж, так по списочку, да? И это падеж синеньких табличек. То есть, если, например, ЛАТВИЯ, как сказать, нет кого-чего ЛАТВИИ? Вот, как здесь написано. ЛАТВИЯС. Значит, ЛАТВИЯ, ЛАТВИИ, ЛАТВИЯ, ЛАТВИЯС. А теперь слово МЕЖА – это тоже ДЕНЕТИВС от слова МЕШС. МЕШС – это ЛЕС, МЕШС. Когда говоришь, что там, как бы это последнее С, оно немножечко уходит, МЕШС, да? Но пишется, конечно же, С. Да, это слово мужского рода, нормальное слово МЕШС. И поэтому, когда мы говорим ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА и ЛАТВИИ, то смотрите, как получается. У нас вы увидите ЛАТВИИ ЛЕСА ЖИВОТНЫХ. Интересно, правда? Вот с другой стороны нам так легче. Мы можем фактически любое существительное взять, просто поставить это в форме ДЕНЕТИВС, это форма синеньких табличек, и использовать это как прилагательное. МЕЖА ДЕИВНИКС – ЖИВОТНОЕ ЛЕСА или ЛЕСНОЕ ЖИВОТНОЕ. ЛАТВИЯ ДЕИВНИКС – ЖИВОТНОЕ, как бы из Латвии, да, или ЛАТВИЙСКОЕ ЖИВОТНОЕ. Очень легко. То есть у нас вы увидите латвийских лесных животных. И что же это за животные? Во-первых, смотрим, что эти оба слова у нас заканчиваются на УС. Правильно. Потому что это же та же самая форма, как ДЕИВНИКС. Вы увидите кого что. Причем вы увидите не в одном экземпляре, правильно? Это животное. Их там будет аж много. Ну так вот, кто такие ЛАТЧИ? ЛАТЧИ – это ЛАТЦИС. В МНОЖЕСТВЕННОМ ЛАТЧИ, или как здесь кого что, ЛАТЧУС. Это МЕДВЕДЬ. Ну да, в Латвии есть медведи. Несколько штук точно есть. Ну и вот, очевидно, некоторые живут из этих медведей в этом частном зоопарке. ЛАТЦИС. ЛАТЦИС. Где мы можем это слово увидеть? Ну, есть конфетки такие. По-моему, называются ЛАТЦИИТИС. Как-то вот так, да? Еще есть что-то. По-моему, есть. А, вот. Еще есть пекарня. ЛАТЧИ. МЕДВЕДИ. Вот именно так. Так, в следующий раз, когда идете покупать хлеб, посмотрите, не предлагают ли в магазине что-то из пекарни ЛАТЧИ. Заодно, так, поисследуйте, что это за пекарня. Хлеб они предлагают замечательный. Ну вот. Так что выучим новое слово таким образом. Правильно? Ну и теперь к нашим вилкам. Что такое ВИЛКУС? ВИЛКУС. Это от слова ВИЛКС. ВИЛКС. ВИЛКС – это ВОЛК. Ой, как похоже. Очень легко. ВИЛКС – это ВОЛК. Соответственно, если я... Если мы скажем такое предложение. Вы увидите ВОЛКА. Правильно? Нормально. Вот поедете, например, в какой-то лес и увидите там ВОЛКА. Как сказать? Вы увидите ВОЛКА. Одного. ВИЛКУ. Правильно. Это же наш АКУЗАТИВС, который очень любит У. Не на сто процентов, но очень любит. Слово ВИЛКС – это ОН мужского рода. Соответственно, если мы ставим это в АКУЗАТИВС, то есть увидите кого что. ВИЛКУ. А если я говорю, что вы увидите ВОЛКОВ, то это будет именно так. Точно так же, как вы увидите ЖИВОТНЫХ, кого что во множественном числе. ВИЛКУ. ИРК ЛАПСУ ПАРИС. Из-за этого я сейчас сразу переведу, что это означает. И основное внимание мы уделим слову ЯУНУМС. Значит так. НОВОСТЬ. Слово по сути ЯУНУМС означает НОВОСТЬ или какой-то, как бы, новая информация. Да, что-то новое. Значит, НОВОЕ в этом году – это ПАРА ЛИСИЦ. ЯУНУМС – это что-то новое или новость. И вот смотрите. Здесь я это слово как раз выписала. ЯУНУМС. И сразу же предложение, в котором мы это слово будем использовать. МОМС ИРЯУНУМИ. Это означает, у нас есть новости. Ну, согласитесь, это мы используем часто. У нас есть новости, да? То есть нам есть что сказать. МОМС ИРЯУНУМИ. МОМС ИРЯУНУМИ. Значит так. ЯУНУМС – ШАЯ ГАДА. В этом году. Слово ГАЦ мы помним. Это год мужского рода ГАЦ. И поэтому в году будет ГАДА, ШАЯ ГАДА. Ну что, наши 20 минут истекли. Смотрите, мы аж два предложения разобрали. Очень-очень хорошо. Теперь тогда записываю запоминашку. То есть это значит, все эти предложения я буду произносить. И оставляю для вас время для повторения. Ну тогда пока-пока.